Я, конечно же, не могу сказать, какая там будет идея, потому что то, что делает Трамп, это не построение нового, это возврат к старому. И, наконец, последнее. Я вчера разговаривал со своим бывшим школьником, который живет в Соединенных Штатах Америки уже много лет, о том, что там происходит. Я вообще как бы регулярно, у меня есть несколько человек, которые живут в Соединенных Штатах Америки там десятки лет. Я один из них, кстати, упомянутый уже сегодня Игорь Крещаков, который хотя уже не живет в Соединенных Штатах Америки, но не так давно оттуда приехал, а жил там 27 лет. И я могу сказать, что все эти люди, они не понимают те процессы, которые там происходят. То есть они эти процессы не поддерживают, ну, понятно, это наши люди, но они не понимают, что происходит, как и почему. И по этой причине сказать о том, куда это все зайдет, ну, как далеко это все зайдет, это вопрос очень сложный. Я не знаю, как с этим быть. Вот. И никто не знает. Я бы не беспокоился о Штатах, они не первый раз в истории стоят на переломе, а вот мы раз отразу с тяжелыми проблемами не справляемся. Вы знаете, насчет того, что они, у них, они стояли на переломе, на таком, только в середине 19 века, во время Гражданской войны. И в этом смысле я бы не стал бы так вот прямо считать, что у них все хорошо. Но в реальности угроза для Соединенных Штатов Америки очень тяжелая. И она, вот смотрите, да, СССР контролировал треть мира. И в результате того, что его модель контроля экономически рухнула, развалился даже СССР. Причем причина, по которой он развалился, все ее как бы называли прямым текстом. Все говорили, СССР надорвался. СССР тогда, это была примерно четверть мировой экономики, 24-25%. ВВП мирового. Сегодня Соединенные Штаты Америки, которые контролируют всю мировую экономику, это не больше 20% мировой экономики. То есть, исходя из логики, по которой все объясняли, что очевидно было, что СССР рухнул, можно смело говорить, очевидно, что Соединенные Штаты Америки рухнули. Что пытается сделать Трамп? Он фактически, это как бы руководитель СССР, ну, условно говоря, если бы вместо Горбачева пришел бы, ну, например, Щербицкий. Как, собственно, и должно было быть. Вот это вот логика, в рамках которой можно было бы, соответственно, пытаться, сняв с себя часть ответственности, восстановить экономику СССР. 25 СССР никогда не было. Было. Доля СССР в мировой экономике составляла где-то примерно 24-25%. СССР в мировой экономике составляла где-то примерно 24-25%.